К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, как вести себя с толпой агрессивных подростков. Прежде всего, надо воззвать к Богу в молитве внутри себя, найти опору в Боге, в любой опасности, в любом опасном обстоянии. Наверное, надо готовиться заранее к этому и иметь силу, которую чувствуется в человеке. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не попадал в такие ситуации, его надо отдавать заниматься борьбой. Потому что даже толпа подростков или юношей сразу чувствует уверенного в себе юношу или сильного подростка. Он ведет себя так, что почти всегда он исключает возможность на него напасть. Это чувствуется без слов или за два-три предложения другими. Возникает сразу такое желание отойти и не приставать к этому человеку. Потом, конечно, чувство юмора. Если вы его сохраняете, то оно свидетельствует о том, что вы не боитесь. Я помню, читал интервью с одним преподавателем, очень высокой квалификацией преподавателем рукопашного боя, который на вопрос корреспондента о том, приходилось ли ему применять свои навыки, он говорит, что обычно уклоняюсь. Приведите пример. Он привел два примера. Первый, он выходил с женой из кино, и какая-то толпа, 5-6 человек, сильно нетрезвых людей, решили к нему пристать. Надо какой-то найти повод и говорят, слушай, мужик, нам твоя рожа не нравится. А он в ответ ему говорит, ребята, она мне всю жизнь тоже не нравится. Вот они его оставили в покое. А в другой раз к нему приставали, мы себя сейчас будем бить. А он говорит, ребят, только не по лицу. Я флейтист, мне завтра в большом выступать. Ладно, говорит флейтист, иди. И даже не знают, какая гроза мимо них прошла. Из конкретных советов надо понять, кто у них вожак, и заговорить с ним уважительно. Вот это тоже интересно очень сказать, что проявить к нему уважение. Сказать уважаемый буквально. Вот любой разговор с незнакомым человеком надо начинать со слова уважаемый. Для агрессивных людей и для тех, кто привык решать вопрос с помощью конфликта, для приезжих с Кавказа, например, это очень важно. Если вы назвали его «эй ты», это одно. Если вы сказали ему «уважаемый», для него это не просто слово. Это свидетельство вашего отношения. Он уже значительно внимательнее и добрее будет вас слушать. Но, конечно, если предаться Господу и через молитву возложить на него упование, то Господь защитит. Но к любому человеку должно быть уважение. Мы имеем сотни одинаковых таких сюжетов в житии новомучеников, когда абсолютно беззащитные, слабые физические люди, священники, монахи, монахини, епископы, попадая в совершенно адские условия в лагерях среди блатных предводителей, которые мучили, обижали, издевались над всеми, вдруг, через какое-то время, они оказываются, наоборот, защищаемы этими урками. Понимаете? Почему? Потому что в них не было осуждения и озлобления в ответ. В них была молитва и любовь даже к этим людям. И это чувствуется, понимаете, сразу. И вот вы почитаете жития новомучеников. Те, о которых сохранились какие-то сведения о том, как они были в лагере, вот обычно об этом говорят. Причем никаких хитростей к этому не употреблялось. А было живое, искреннее, уважительное отношение к образу Божию даже в самом каком-то отъявленном агрессивном разбойнике. И тот, конечно, это чувствовал, потому что, на самом деле, как бы ни был зол человек, как бы он ни пал, почти всегда ему все-таки хочется, чтобы его любили, хотя бы тепло к нему относились. И если он это встречает бескорыстно вдруг, просто от другого человека, он это ценит. И он это уважает. Перечитайте на эту тему «Капитанскую дочку». И вы увидите, как Пугачев был благодарен за тулупчик. Просто за тулупчик. Так что любому человеку можно найти что-то хорошее в другом. И помолять за него с уважением, начать с ним разговор.